Всем привет! Меня зовут Леся. Давно я вам не показывала, что вижу, что у меня происходит. Смотрите, это у меня на кухне. Тут у меня вот такая салфеточка лежит из мерсеризованного хлопка. Там у меня на полочке вот такая вот салфетка лежит. И здесь у меня связаны три вот такие корзинки из джута от Comtex. Вот такая пряжа. Всем ее рекомендую. И вот эти три корзинки связались буквально за пару вечеров и ушло почти два мотка. Расход чудесен. Крючок три с половиной. Обвязку я не делала. Она такая чисто символическая. Я ее просто закрепила. Как закрепила, смотрите видео до конца. Я вам все покажу от начала и до конца, как вязала, как оформляла. Такую красивую аккуратную петельку без отрыва от вязания. И вот такая широкая достаточно она получается. Вот узлов нет, ничего нет. Поэтому смотрите, как я вязала. И если вдруг будут комментарии, то обязательно пишите. Интересно ваше мнение. Теперь, как и обещала, покажу вам, как же я вязала эти корзинки. Я вязала, видите, два разных варианта захвата нити. Здесь уже можно думать и вязать, как вам хочется. Я вам покажу вот такой вариант. Он более простой. А здесь мы вяжем просто за заднюю стенку и получается вот такой вот узор. Интересно. Сразу хочу сказать, что необязательно вязать из джута. Я просто на кухню вяжу из него. Поэтому я его выбрала. А так, например, толстый хлопок от Comtex стопроцентный хлопок также подходит для таких корзинок. Ну и любой другой хлопок, который держит форму, тоже подходит. Также при используем при вязании из джута я использую наперсток для вязания жаккартовых узоров от гаммы. Они бывают и других фирм. Я его использую, чтобы у меня не натирала палец. Итак, с чего же мы начинаем? Для вязания вам обязательно понадобится маркер или контрастная нить другого цвета, чтобы отмечать начало ряда. Донышко свое я буду вязать с контрастной ниточкой ряды, отмечать начало ряда, а потом я уже повешу маркер и в принципе буду вязать. Итак, я делаю скользящую петлю. То есть достала петельку, закрепила ее. Эта петля у нас не считается. Теперь я набираю 6 петелек, то есть 6 столбиков. Сразу в это кольцо я провязываю 2, 3, 3, 4, 5 и 6 столбик. Сюда же я провязала. И теперь я это все просто хорошо затягиваю. Можете не перетянуть, старайтесь, потому что вы тогда можете порвать кончик. Все, он закреплен. В джуте, что мне нравится, если я здесь сразу отрежу, то он никуда не поплывет, потому что он тугой. И да, кстати, для этого джута я взяла крючок 3,5. Под мою плотность вязания это очень удобный размер. Итак, вот я провязала 6 столбиков без накида в кольцо. Дальше вот эту ниточку я вот на начало ряда отмечаю. И теперь мне нужно провязать 12 столбиков, то есть в каждый столбик предыдущего ряда мне нужно провязать по 2. Начинаю следующий ряд не вот с этой петли, а с первой. Вот эта петля не считается, она наборная. То есть за две стороны джута. Сначала он будет не поддаваться. То есть вот таким образом мы вяжем 1 и сюда же 2. Дальше в следующий столбик опять. 1, 2. И так мы вяжем до конца ряда. То есть в каждый столбик по 2, это будет 12 столбиков. Вот я провязала 12 и вот моя ниточка предыдущего ряда. Если мы посчитаем по косичкам, то будет 12 штук. Так, я буду вязать маленький диаметр, то есть буду прибавлять по 6 столбиков каждый ряд. Пока у меня количество не станет здесь 36 штук. Мне этого достаточно по ширине. То есть вы смотрите какой вам дно нужно, столько и прибавляйте. То есть как я понимаю сколько мне нужно прибавлять, я чередую. Сейчас я возьму лист бумаги и наглядно это покажу. Вот я написала руками, как что я делаю. Еще раз повторюсь, это не мастер-класс. Это то, как вяжу я. Ну и правило круга в вязании крючком. То есть мы начинаем с 6 петель и каждый каждый круг до нужной нам ширины мы прибавляем по 6 петель. То есть первый ряд у меня будет прибавка. То есть это в один столбик предыдущего ряда вы провязываете 2 столбика. И все, получается 12 столбиков. Это был первый ряд, который мы с вами провязали. Второй ряд. Опять прибавку делаем. Один столбик без накида, прибавка, столбик без накида. И так у вас получается 18 петель. И так далее. То есть каждый раз между прибавками вы увеличиваете количество столбиков без прибавок. То есть мне нужно провязать еще всего 4 ряда, чтобы у меня было 36 столбиков. Это будет моя ширина, мой диаметр. Именно донышко вот это. Мне этого, повторюсь, достаточно. Ну и что получается? Вот эта ниточка каждый ряд, раз как вы провязали ряд, чтобы вы не запутались сколько вы уже провязали, обязательно ее прокладывайте после последней петельки ряда и все. И вяжете. Так, где моя четкость сбилась опять. То есть ряд всегда я начинаю с прибавки. То есть раз, два. Дальше я провязываю один столбик, потом опять я делаю прибавку, делаю прибавку и опять один столбик. Закончить вязание я должна вот здесь возле ниточки одним столбиком. Вот и получается, что я заканчиваю ряд свой одним столбиком без накида. Вот так вот у меня получается. Видите? Вот эту ниточку, напомню, мы прокладываем каждый ряд. Это для вашего удобства. Также для вашего удобства вы можете себе на листочке, вот так как я, расписать и вязать, тогда вы точно не собьетесь. А также повторюсь, что вариантов вязания круга очень много, если посмотреть по схемам. Я вяжу именно так. И он у меня получается ровный и аккуратный. Тетрадку нужно всегда иметь, это ваш помощник. Все. Когда мы довязываем нужный нам диаметр, мы дальше будем вязать, вязать, вязать без прибавлений. Это тоже я вам покажу, как вот такие крестики я вяжу. Это все просто. Просто вы нить берете не сверху захват, а снизу. И получается вот такой крестик. Итак, вот хочу вам показать, как я вяжу этот узор. Как видите, начало ряда я отметила маркером. И в ней этого достаточно. Такой узор а-ля галочки получить очень легко. То есть нить мы берем вот таким образом. И все. Видите. То есть как бы петля, она начинает перекручиваться. То есть когда мы берем ее вот таким образом, видите, она как перекручивается. И начинает образовывать наш крестик. Итак, я связала нужную мне высоту моей корзинки. А теперь как я вяжу петельку. Я не отрывая нить делаю петлю и уже потом иду на обвязку. Не довязывая две петли до конца ряда. Здесь я начинаю формировать петлю. Делаю одну воздушную петлю, накид и иду вот сюда же. Достаю и все три петли, что у меня на крючке, я их провязываю. Вот дальше делаю опять накид. Здесь я подхватываю две стороны, чтобы у меня и снизу и сверху была коса. Это красивое оформление и чтобы мы к этой петле больше не возвращались. Опять провязала. Здесь я буду вязать 7 таких повторов. Накид, подхватываю внизу опять. Видите, у меня уже косичка, она формируется. Подхватила и провязала. Это уже три. При этом она у меня выпирать не будет. И вот так мы вяжем 7 петелек. Вы можете вязать как-то по-другому, как удобней вам. Мне же удобней так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть и седьмая петля вот здесь. Вот так видите. Все. Моя петля связана. Мне этого будет достаточно. И теперь я отступаю от начала. Раз, два, три и в четвертую я присоединяюсь. Присоединяюсь я столбиком без накида. Подтянула и провязала. Все. Моя петля готова. Ходить туда-сюда она не будет. Она будет стоять так, как нужно мне. И теперь мне осталось только обвязать. Обвязки как таковой здесь я не делаю. Просто соединительным столбиком вот такой край фиксирую. Фиксирую, простите. Так я это делаю. Можно сделать вот таким способом. Да и все. И не париться. Я же делаю по-другому. Я захожу вот в эту косичку. Да, это может трудно, но я это делаю. И вот тут видите мой крестик. В него захожу, достаю петлю и соединяю вот так. Еще раз захожу в косичку и в петлю и соединяю. И вот так у меня получается. То есть у меня коса еще и по верху идет. В конце ряда покажу, как я прячу нить. И так я уже довязала, когда дошла до конца ряда. Просто здесь обрезается и прячется ниточка любым удобным для вас способом. Я ее пойду прятать здесь. Подтянули. И вот здесь, чтобы у меня коса также образовалась, просто я вот тут пойду, но все эти способы знают и достану вот здесь. Тогда у меня будет, видите, коса продолжаться и не видно стыка. При этом ровная петля, оформленная снизу и сверху. Это, кстати, очень красиво и аккуратно. Ну и все. И здесь напомню, так как это джут, узлы тут вязать не нужно. Просто проложили через несколько петель с изнаночной стороны и обрезали нить. Она у вас уже крепко зафиксирована будет и никуда она у вас не убежит. Вот такая корзинка у нас готова. Повторюсь, что это не мастер-класс. Я вам просто показала, как я вяжу такие корзинки без отрыва нити вплоть до конца вязания. Если остались вопросы, пишите комментарии, я вам отвечу. Пока-пока!